В Слободском 9 утра, но улицы города уже многолюдны. Сегодня едва ли не самый главный день в году, когда страна отмечает свой один на всех День Победы. И в 74-ю годовщину, когда живых участников тех страшных лет по всей стране осталось чуть более 75 тысяч, первыми в торжественном шествии идут солдаты и офицеры Бессмертного полка. К счастью, у нас вернулись все дедушки родные. У нас есть вот бабушка, которая была тружеником тыла, совсем подростком, небольшим. Так, слава богу, были ранены, но все вернулись. Благодаря им мы здесь живые, здоровые, красивые. Счастливы те дети, у кого ныне живы прабабушки. Зинюкова Валентина Алексеевна. Она трудилась в тылу, и сейчас она дома с бабушкой Людой сидит. Мы пройдем в праздничной демонстрации, ну а потом, наверное, посидим за столом, вспомним дедушек наших. Еще раз. Да, еще раз. И пожелаем всем мирного неба над головой. Солдат, отдавших свои жизни за родину, многие тысячи. Они все мечтали вернуться домой, пройтись по улицам родного города, деревни. Но смогли это сделать далеко не все. Судьба многих стала известна родным лишь недавно. Бессмертный полк. Хожу третий год. И нынче только узнала через сайт память, где воевал, где ранен, где лечился. Все-все. 70 лет не знала. Это о кому? О папе. Это мой папа. 9 мая – великий день. Как в песне поется со слезами на глазах. У каждого, кто шел в бессмертном полку с портретом своего родственника, блестели слезы. Это вот у меня папа. Он ушел в 43-м на фронт и до конца воевал. Потом еще с Японией. И вот он умер в 15-м году. Он очень мало рассказывал. Он не любил говорить про это. Орден славы за подбитый танк, за «Тигр». Тогда из расчета он один остался. Ну, танк поставил. А про остальные ордена он ничего не рассказывал. У меня было их 47 орденов медалей. Он для меня – это не только тесть, а учитель. Учитель, наставник. Он никогда ничего не боялся. После войны продолжил службу в милиции, дослужился до полковника. Всех с праздником. Такие разные фронтовые судьбы, такие разные послевоенные. Вот еще одна история об отце. Он в 41-м году попал в плен. Был командир пулеметной роты, контуженный 4 года по концлагерям. И выжил. Его освободили американцы. Не любил рассказать. Слезы текли. Еще ему присудили статью за измену родине. И он отсидел, но реабилитировали. И вышел. И выжил. И шестерых детей родил. А вот то, что он попал в плен, вот об этом что рассказывал? Он рассказывал, что когда бежал, его рвали овчарками, били насмерть, забивали. Коля, Сережа, два побега у него было. Да, два побега. Своим детям рассказывать о том, как досталась эта победа. Сколько нам стоило отдать жизни за родину. Сталин, ну это духовный вдохновитель всех побед нашей страны. Это два моих деда. Был механиком-водителем. Погиб в 43-м году. Собственно говоря, и все. Все, что я знаю. Знаю, где похоронен. Второй был техническая специальность. Техник. Занимался ремонтом. Дослужился вот до черного, до полковника. Награжден орденами. За подготовку техники в военное время. Сильные духом, физически крепкие – это все о них. Поколение победителей, которые знали, что защищают свою землю, своих жен, матерей, детей, родину. Благодаря этому и выстояли в ужасе военных лет. Благодаря этому и отстроили заново разрушенную войной страну.